итак ребят всем привет это снова я это снова вы а это мое новое видео и нет ни по apix legends сегодня у нас видео по warzone потому что там вышла новая снайперская винтовка а я снайперские винтовки люблю так вот мои 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 слова буквально две недели назад звучали следующим образом если эта штука целится медленнее чем коряк она бесполезна ребят а перед началом ролика советуем подписаться на канал ленин game show а да не удивляйтесь ленина это не только тот что в мавзолее ленин есть еще и на ю тубе и мало того что есть на ю тубе он играет warzone но помимо warzone проходят еще разные игры так что читай пытается пробиться на поприще летсплеев попробуем в этом помочь ссылочка будет сами далее звучал следующий тезис а если это снайперская винтовка они пехотная винтовка значит она уже уже чем кар 98 одной простой причине aim punch aim punch это когда вас стреляют а вы в этот момент целитесь у снайперских винтовок aim punch значительно сильнее чем на соответственно пехотных винтовках именно поэтому с коряка так удобно стрелять в головы на средней дистанции там метров на 30-40 даже в упоре когда по вам стреляют а вы целитесь голову и стреляете целится он быстро ваншотает именно на этом строится геймплей человека за которым мы сегодня будем наблюдать потому что сам я особо не играю в warzone но меня он интересует и что самое главное это лучший снайпер в варзоне нет не рекреант ребята это тесте фейс тесте мы его уже разбирали его даже класс разбирал вот сегодня пойдем смотреть роличек который он запилил на соответственно новую снайперскую винтовку ребят с вас подписка лайка ссылка на него будет опять же закрепленном комментарии ну а начинаем эхар так как он купил а он ее успел прокачать на тот момент или что уж 49 л не играть нихрена ребяток это крабер поем понял он прям перед сам перед вертолетом выстрел то есть там упреждение было пол вертолета у это очень медленная винтовка она прям очень медленно целится это конечно это не м82 ребят конечно это не м82 имеется ввиду это не бары но он очень медленно целится я так понял у него покупная винтовка так он выстрел верхнюю часть туловища и по-моему даже не кракнул его любимый способ его троллинга он кидает сишку на труп на на фактически труп нокнутого чела и ждет пока он резница иногда это выливается в очень смешные ситуации когда чувак начинает ползать вокруг этой сишки пытаясь отползти от нее то есть и подвигает поднимает сишку кидая от него и и опять юма чё так много народу я не понял он уже шестерых где-то убил так давайте посмотрим тридцать четвертый левел у него а чтобы понимание для того чтобы открыть снайперку скажем достаточно вам требуется даже не снайперку любую колдвар пушку нужно закачать до 46 левела на 46 левеле открывается последний нужный нам модуль это соответственно агентский пбс это который агентский глушитель аналог монолитки исти играет без монолитного глушителя что позволяет ему использовать покупную винтовку потому что она ему принципе это им так-то не нужна там купил просто blueprint и использует ее так вот у нас ролик с уже прокачанной винтовкой он ее полностью открыл у него сути говоря агентский пбс вот кому ага истина самом деле тот еще извращение знаете почему потому что он использует этот вал и ему плевать на эти меты не мета это тот тот человек которому можно играть с любым оружием найти это как бы вот как вы любите вот 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 о чем я говорил видели сейчас как кинуло он прицелился но он не может прицелиться под огнем под вражеским огнем со снайперской винтовки невозможно целиться потому что а им панч так комбо трикон 43 и 9 дюймов бройзер гриб паст магазин терпент в рэп и дастер по то есть он он использует стандартную оптику он берет на я так понял то самый длинный ствол дастер под дастер по моему это время изготовки режет терпент в рэп по моему режет скорость прицеливания ну соответственно быстрее прицеливайтесь fast макс скорее всего просто перезаряжается быстрее но бройзер гриб это рукоять наемника или как он боится я но в общем вы поняли это по моему рукоять на скорость бега и так а как вы видите он здесь я так понял не хочет использовать опять же тушитель для того чтобы эта штука хотя бы целилась удобоваримо на этом как бы полномочия все он может использовать снайперские винтовки с глушителем но вместе играет немножко по-другому он в основном пытается при аимом выходить на людей так скажем с помощью позиционирования прицела додавать фазумы и так он играет поэтому он может себе позволить играть без глушителей мы мы обычные работяги вы там не можете себе этого позволить да ё-моё даже рекреент не играет без без глушака рекреент играя глушаком сам же мина там же сишка лежала по моему нет он просто пробежал по сишке так давайте мы сразу переключимся на момент где он купит кладаут итак блин он показал вообще другой другой другую сборку он другую сборку показал ну я могу сказать что он целится примерно как x50 то есть вот я же смотрю по примерной скорости прицеливания выглядит так будто это x50 и уже с этого можно строить следующие выводы ар 98 в недосягаемости сожалению в этой игре снайперская винтовка есть одна и это вы сами понимаете что это это кар 98 я не то чтобы хейтер кар 98 вопрос он достал серьезно я год играл с кар 98 так то есть это еще на своем стриме разбухтелся амчал просто в углу сидит и так и что она она убила не ваншот ай типа on on что она убила как он же не в голову попал не понял она убивает верхнюю часть туловища какая-то как-то вне моего что-то завод лобби почему тела пока стоят очки ездят тут какая-то прям массовая миграция он в ней внизу проехал окна fire station есть люди а у него усиленные патроны блин он натуре он же об этом и говорит что со стопинг пауэр усиленными патронами как и тундра эта штука убивает верхнюю часть туловища потому что там как раз таки 200 там 180 урона на этом на этом моменте можно было бы выключить ролик если бы это был ролик играю до играю до 1 rose в паблике я серьезно сейчас этих rolls осталось не точнее сейчас однете rolls играет особенно в соло режиме вообще жесть очень медленно цель очень медленно вкупе с недостатками снайперской винтовки ребят не вы меня извините не не эта штука ним что там чак 15 видно по бабки это жесть когда что-то что это за лобби что это за лобби такие он говорит что у каждого есть села а то что каждый сидит афк тебя это не смущает он забор охранял это дядя вася блять это тот самый ну знаете сторож сторож дядя вася как это работает почему не понимаете одно дело быть слишком быстрым в лобби настолько быстрым что ты типа всех челов убиваешь но это это не то же самое здесь челов очень много сидит афк ну и второй тип челов это rose в черном и опять ног кстати ок видит он еще одного тела около забора тогда липсом может дать фазум будет он и фк стоит он вообще не понимаю чего где происходит не я варзон готов играть с такими лобби вам отвечаю с такими лобби я варзон готов играть еще главное роуз тоже убрать рост мне не нравится роуз не роз мне не нравится вот нет мне за это сейчас нравится апекс легендс я чувствую прогрессию я начинаю стрелять лучше чем враги и я выигрываю потому что уметь стрелять важно в этой игре почему-то стрелять уметь не особо важно именно с этого кстати говоря горят многие так скажем про игроки в варзоны именно из этого здесь такая буквально 300 миллисекунд и при этом тебе даже уметь стрелять не надо это с этого с этого ребята с этого очень горит потому что ну как бы там клейм он не взорвался алло это x50 это же x50 это рискин а x50 это узнать это как если взять r700 или как он там называется то блин забыл 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 как называют снайперская винтовка которую добавляли она взорвалась и даже не это чел умудрился сделать поставить клейморт экшн мало то что первый раз он не задетектился второй раз он даже взорвался и нанес урон в общем а если вы сейчас возьмете r700 на обычных патронах это будет тот же самый коряк только пулька будет помедленнее а если вы поставите лапуа магнум вторые то это будет а x50 но очень важное преимущество его не им панчет это очень важное преимущество именно поэтому пехотные винтовки они в арзоне намного выгоднее это вы можете в условном не знаю в кол дворе бегать или в мв бегать то есть вы собираете себе снайперскую винтовку на коротких стволах на максимальную скорость прицеливания и типа лупите чуть ли не от бедра в пузо вам не нужно целиться в голову точно в голову и даже под аимпанчем даже если прыгнет прицел он попадет в голову или верхнюю часть туловища а это очень мало даже она даже не кракает он сейчас попал в верхнюю часть туловища и он даже не кракнул ее насколько я помню с тундры кракает чем смысл она круто выглядит это это фактически крабер и запекса либо я не знаю это же скорее всего реальный прототип какой-то снайперки и соответственно крабер это такая модифицированная более-менее чтобы подходить под стилистику игры пушка ну в крабере там патроны такие вот такие вот вот уже 17 настрелял а ясно 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 под осиновик под осиновик сидит он еще так вздохнул вот вы сейчас можете наблюдать сборку больного человека на этом на вале потому что у него нет ручки он собрал вал на скорость прицеливания и адс тайм блин масло масло я одно и то же сказал он собрал ответ сам вал на скорость прицеливания и спинтаут тайм типа чтобы он быстрее прицелить но даже в таком виде вал не близок фа фару в этом его основная проблема но убивает он хорошо то есть преимущество валов в одной пульке вал убивает на одну пульку в туловище быстрее то есть условно там на вале нужно 6 пулек на фаре нужно 7 пулек но вы сами понимаете что в условиях этой игры когда вы спамите по 30 патронов в сторону чела это не то чтобы и шип короля и а вот 50 магазин вот это роляет это это сильно но если вы конечно слишком упоротый человек вам нравится играть с валом вы можете играть с валом но опять же вал не сможет заменить полноценно не аэрку не ппшку потому что для ппшки у него не хватает таймингов для аэрки у него не хватает стрельбы на дистанцию то есть даже ffr с мушки стреляет на гораздо большие дистанции том числе благодаря магазин на 50 патронов 19 фрагов с этим уже настрелял 14 человек живых но вот что я могу сказать по геймплею со снайперской винтовкой которую я вижу он не может делать клёвых фазумов как это он обычно делать скорика это не потому что он ну он очень крутой чел он очень круто отыгрывает но проблема в том что это снайперка не позволяет так делать и небольшие моменты в начале типа хайлайтов где он показывал где он играет против складов показывает то как вы будете играть этой снайперской винтовкой вашу сторону будут просто смотреть а у вас будет трястись прицел потому что а им панч на этой винтовке он существенен потому что в этой игре существует классовая привязка некоторых параметров такая допустим как спринтаут тайм то есть спринтаут тайм на разных классах оружия разные например на ппшке он быстрее спринтаут на арке дольше на снайперке еще дольше у пехотки меньше им панч а вот у снайперской винтовки больше ну и так далее вот эти классовые штуки от них никуда не деться к сожалению то есть здесь нет возможности модулями это как-то сократить потому что если ты модулями решишь себе там не знаю спринтаут тайм зарезать но тогда у тебя снайперская винтовка будет дурацкая или там аэрка будет дурацкая так что сожалению несмотря на то что у нас есть огромный арсенал у нас есть типа вариативность благодаря модулем на деле ее нет так как у вас нет возможности использовать не те модули которые как бы заранее так скажем метой прописаны блин как же здесь мало звуков сейчас на фоне апекса это все смотрю я понимаю что я не слышу шаги врагов вообще они здесь настолько незначительные что ну не знаю жопа подгорает так кракнул так это это получается он в шею куда-то выстрелил он украл макил я так понимаю это карточка на победу скорее всего и я выдал я тоже подгорел потому что сейчас бы было 23 кило ой 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 мысли у всех слов и у всех сэлф и а кстати ребята если доставлять до этого момента кто из вас видел ивент с ракетой я туда я тут видел ивент с ракетой не небольшой небольшой ролик а если не видели зайдите в мою группу я ему сегодня запущу это это гениально это это лучшее что я видел своей жизни серьезно вам говорю нет на самом деле нет конечно я видел вещи намного лучше потому что даже самый первый ивент с ракетой фортнайт выглядел значительно лучше я я я проорал с этих индийских спецэффектов того как ракета взлетела как она просто пропала это гениально можно только похлопать людям которые которые это делали гений жизни вы только посмотрите на него вы только посмотрите гений жизни он скорее всего на магазине он очень во дворике в этом где магазин скорее скорее всего она очень медленно я готов поспорить он если он сейчас побежит в зону скорее всего он будет делать после а вот его все он увидел все он увидел все он увидел только я хотел поспорить на ногу я бы ногу проиграл ребята мое заключение по новой снайперской винтовки она значительно хуже чем кард 98 по многим параметрам как пушка на пару вечерков для того чтобы ее вкачать и разочароваться да наверное это будет прикольно а как снайперская винтовка для колд вара наверное хорошо потому что для колд вара вы можете собрать я очень очень быстро как и любую другую винтовку бегать фазуме ну и принципе чувствует себя очень-очень вольготно потому что там она пан шоке по моему даже в верхнем не то что верхнюю часть тулович она в живот ваншоте это достаточно жестко и третий момент блин я не слышу ни хрена я единого звука не слышал это ужасно и так если вам нравится подобный ролик обязательно подписывайтесь ставьте лайки их будет чуть больше так скажем потому что апекс я перевел на свой отдельный канал а кто интересуется апексом переходите на мой канал try hard есть он в ссылке в сообществе вот всем спасибо всем пока пока а Продолжение следует...